По эпизоду Байтерек Девелопмент Казахстанская ипотечная компания Байтерек Девелопмент вообще не был участником этой программы Байтерек Девелопмент стал участником только в марте 2015 года Когда АО Казахстанская ипотечная компания Привлекло Байтерек Девелопмент в качестве агента для исполнения программы Объем 400 тысяч метров квадратных это очень много КИК не имел, АО КИК не имела достаточных ресурсов Для того, чтобы самостоятельно справиться с этим объемом По инициативе руководства КИК было решено привлечь БД в качестве агента Министерство экономики, разработчик этой программы, тогда это решение одобрил Здесь я хочу обратить внимание на следующее обстоятельство Жаксыбаев говорил, что он пришел работать в Байтерек Девелопмент в качестве руководителя На самом деле все стояло несколько иначе АО БД ранее называлось фонд стрессовых активов Было переименовано Байтерек Девелопмент в 2014 году Сам Жаксыбаев пришел туда работать в 2013 году И был он тогда заместителем, а не первым руководителем АО Фонд стрессовых активов занимался достройкой домов с проблемными дольщиками И распределением среди них этих квартир Сама организация тогда находилась в Алмате Это была маленькая организация, основной персонал ее составляли строители-сметчики После ухода первого руководителя в 2014 году Жаксыбаев был назначен руководителем Он предложил новую стратегию, которая заключалась в строительстве коммерческих объектов За которой заключалась строительство коммерческих объектов, жилья В том числе с банками второго уровня При этом было сказано, что финансовых ресурсов ему холдинг выделить не сможет Но по его мнению имеющихся и возвратных от предыдущих вложений средств будет достаточно Далее по его предложению было принято новое имя организации АО Байтерек Девелопмент Он же предложил перевести организацию из Алматы в Астану В то время БД не участвовал ни в какой программе Была одной из самых маленьких организаций в холдинге Если честно, я напрямую даже делами этой организации не занимался Все вопросы решал куратор от фонда Именно в этот период, в 2014 году, почему я об этом говорю, Ваша честь В АО Байтерек Девелопмент пришли работать Анарбай в сентябре 2014 года директором департамента Сапарым Бетов, помощник Жаксыбаева Сариев, управляющий директор Никогда Жаксыбаев не согласовывал их приход со мной Хочу отметить, что со мной согласовывают согласно требованиям закона положение устава Только заместители председателя или члены правления Так как эти должности утверждают советом директоров То обычно куратор от холдинга Он же обычно был председателем совета директоров дочерней компании По своей инициативе самостоятельно просто показывал мне резюме кандидатов Но это касалось только членов правления И то только в крупных или стратегически важных дочерних компаниях Банк развития Казахстана, Жилстрой Сбербанк, Даму, Инвестиционный фонд Казахстана Казахстанская ипотечная компания Анарбай, Сариев, Сапарым Бетов, впоследствии Айтим Бетов, Акрамов, Азиз Не были ни членами правления, ни относились к высшему руководящему составу Более того, они пришли в Батирек Девелопмент в 2014 году Анарбай, Саду, Сариев, это за исключением Айтим Бетов Задолго до начала реализации проекта, программы арендного жилья Анарбай, Сариева, Сапарым Бетова, Айтим Бетова, Акрамов, Азиза И других я никогда по работе или во время работы в Батиреке Не встречал, не говорил, никаких указаний не давал Я вообще не знал, что они работают в Батирек Девелопмент Это они и сами подтвердили в ходе своих показаний Как в ходе допросов на следствие, так и в прошедших судебных заседаниях Отдельно скажу, что знаю тетю Айтим Бетова И Режепову Эльмиру, и пользуясь этим, он подошел ко мне в свое время Когда я работал в Самруке, он сам работал в КТЖ Попросил меня помочь ему перейти в Самрук Тогда я познакомил его с Жексыбаевым, который работал директором департамента А он уже сам в дальнейшем принял решение принять его к себе в департамент Более с этим бетом я никогда не разговаривал, не встречался Ни в Самрук, ни в период своей работы в Батирек Хочу отдельно остановиться на Анарбай Дедрухе Здесь озвучивался разговор между мной и Жексыбаевым В котором я в грубой, нецензурной форме выговаривал Жексыбаеву За поведение Саакиши и Ермека, а потом Анарбай Дедруха Называл последнего, прошу прощения, Кайфуши и так далее Конечно, мне стыдно за форму, в которой я вел этот разговор Но у меня, честно говоря, тогда накипело Из этого разговора гособвинитель делает вывод, что я знал Анарбай, работал Что Анарбай работает в Батирек Девелопменте Объясню, что это не так О том, что Анарбай работает в Батирек Девелопменте Мне стало известно уже после моего назначения министром 29 или 30 июня 2016 года Вот только что зачитывалось уведомление из телефона Анарбай Я хочу сказать, что 29 или 30 июня 2016 года На новостном сайте Tengri News появилась новость Что один из руководителей Батирек Девелопмента Анарбай Делерух В состоянии алкогольного и, возможно, наркотического опьянения Был задержан линейным отделом полиции Снят с самолета Так как дебоширил, матерился и так далее Эту заметку прочитало огромное количество людей В том числе и мое руководство в правительстве И, конечно, некоторые из них, и мои коллеги в правительстве Некоторые из них указали мне Как такие люди вообще могли работать в Батирек Девелопменте Ваша честь, поверьте, это было очень неприятно Вот только тогда я узнал об этом Я помню, что тогда набрал Жек Сыбаев Выговорил ему за то, что такие люди работают у него А мне приходится за них краснеть Вот откуда я знаю Делеру Ханарбай И вот почему я, когда этот разговор состоялся В такой грубой и нецензурной форме Жек Сыбаева, честно говоря, критиковал Потому что уже был такой инцидент И мне было неловко перед людьми, с которыми я работал Возвращаясь к реализации программы Как я уже говорил, на 2015 год была поставлена задача Сдать 400 тысяч квадратных метров Основным оператором было АО «Казахстанская ипотечная компания» В обвинительном акте указано, что, являясь председателем холдинга Я лично контролировал ход программы, проводил совещание Вообще-то это моя прямая функциональная обязанность Как первого руководителя, отвечающего за реализацию программы И проведение совещаний на этом этапе работы А не то, что здесь представлено в виде того, как совершение преступных деяний Программа была инициирована президентом Нурсановичем Назарбаевым в послании Поэтому для холдинга исполнить ее, добиться выполнения планов 400 тысяч квадратных метров За один год это был приоритет номер один Не только я контролировал ход программы, но и в правительстве на уровне заместителя премьер-министра Практически один раз в две недели проводились отчетные совещания Где мы докладывали, сколько уже подписано проектов Когда будет первый ввод жилья Практически помесячно был расписан объем ввода То есть спустя три месяца с начала программы Чтобы этого добиться, нужно было четко координировать всю работу с акимами регионов Которые должны были подводить к строящимся домам сети Поэтому раз в неделю я проводил совещание с АО «Казахстанской ипотечной компанией» Где мне докладывалось, сколько проектов подписано В каких регионах, какой общий объем в квадратных метрах Готовность сетей и объем освоения денег И иногда мы делали конференц-связь с заместителями Акимов Это бюджетные средства, тем более средства национального фонда И контроль от правительства до нашего холдинга был постоянно Скажу, что чтобы успеть до конца 2015 года Выполнить поставленный правительством план Брались все проекты, которые предлагались акиматами регионов Акимы присылали свои проекты Поэтому ни о какой схеме нам надо было успеть Получение взяток за контракты, за подписание, речи быть не могло Главное было выполнить программу президента Хочу отметить, что первые дома с 1 января 2015 года Мы сдали уже к Наурызу 2015 года В городе Шымкент В мае, июне, июле уже начался ввод объектов В Алматы, Астане, Казаларде При этом все эти объекты сданы были АО «Казахстанская ипотечная компания» Это еще раз подтверждает, как я говорил Байтирек Девелопмент не был основным исполнителем этой программы Проекты выбирались в 2015 году Проекты выбирались по следующим главным критериям Наличие проектно-сметной документации Наличие земельного участка Соответствование требования программы по цене и квадратуре квартир Наличие сетей, рекомендации Акимата области Все проекты, которые соответствовали этим критериям Сразу же отбирались и подписывались Обвинение считает, что для организации взятых со строителей Я привлек Жахсибаева, склонил его к преступной деятельности Во-первых, сам Жахсибаев в своих показаниях на суде сказал О том, что он якобы сам пришел ко мне с предложением И хотя весь его дальнейший рассказ является ложью Но даже в нем он не говорит, что его кто-то склонял Напротив, неоднократно я говорил Жахсибаеву О том, чтобы он не подвел себя, меня Я всегда говорил ему, чтобы он оставался чист Говорил, ты можешь не знать, но твои люди могут что-то делать Я честно скажу, что мне не раз звонили Акимы Жаловались на долгую оплату Говорили, что в БД специально затягивают оплату В таких случаях я всегда немедленно реагировал Даже в НСД есть разговор, подтверждающий это Выговаривал Жахсибаеву лично и на совещаниях за такие случаи Я не знал тогда, что он прикрывал свои интересы И совершал сотрудниками противоправные действия Я не мог знать об этом В ООНУХ у меня, к сожалению, не было службы безопасности Которая могла бы в своевременно выявлять такие его действия Я даже не знал, что он в БД взял Анар Байдель Руха, который, оказывается Я уже узнал это в ходе досудебного расследования Ознакомления с материалом Привлекался к уголовной ответственности Для меня это был шок, когда я узнал об этом на следствии Я так и не могу понять, ни тогда, ни сейчас Откуда он его взял, зачем он его привлек Знал ли он об его прошлом Будучи возмущенным тем, что на БД имеются жалобы Я в марте 2016 года принял решение назначить Джакупова вместо Сакишева Ермега Который был близким другом Жахсибаева Об этом я расскажу еще дальше Обвинение считает, что я разработал план Поручил Жахсибаеву привлечь людей Распределил их роли Но, как я уже сказал выше, привел доказательства и довод Я не знаком, не знал, не нанимал Не встречался ни с кем из подчиненных Жахсибаева А именно с Анарбай, с Апарымбетовым, с Ариевым, Айтимбетовым, Акрамовым и другими Никакого плана я не разрабатывал Не знал я о процедурах, которые действуют в АОО «Батерек Девелопмент» Это не входило в мои обязанности Поэтому я не мог распределять эти роли Я физически, дословно, не могу знать положение, уставы, внутренние нормы Каждой дочерней организации «Батерек Девелопмент» полностью самостоятельная организация Вопросы ее хозяйственной, юридической, контрактной деятельности Абсолютно независимы от холдинга Там имеются коллегиальные органы управления Это правление, совет директоров Отмечают, что эти коллегиальные органы принимают решения не единоличным руководителям А большинством членов То есть этот механизм установлен законодательством для исключения влияния одного лица при принятии решений Я еще раз повторюсь Я никогда не знал, что Анарбай Дельдрух работает в «Батерек Девелопмент» Не знал его должности Не знал, что в «Батерек Девелопменте» есть комиссия по отбору проектов И тем более не знал, что он возглавляет эту комиссию Да и сами названные мной лица, как в наследствии, так и в суде Говорят, что никогда со мной во время работы в «Батерек Девелопмент» не встречались, не разговаривали Они все указания получали от Жаксыбаева или Анарбай Это их показания Здесь хочу акцентировать внимание на одном моменте Ваша честь, вы помните, Жаксыбаев в ходе своих показаний Указал, что весной 2015 года он пришел ко мне и доложил, что есть договоренность с «Проджект Сити» и «СВ плюс» Об откате в 10% в сумме 350 миллионов тенге При этом он сказал, отвечая на мой вопрос, что 200 миллионов от «Проджект Сити» это 10% от 2,2 миллиарда Утверждаю, что он солгал суток Ведь контракт с «Проджект Сити» на 2,2 миллиарда был заключен только в июне, в конце июня 2015 года А в апреле 2015 года был контракт на 1,4 миллиарда Это есть в томе 21 материалов дела То есть он никак не мог физически называть мне эти цифры весной 2015 года Это явные, очевидные, заведомо ложные показания, данные им в суду Он вводит вас в заблуждение Никак он не мог мне об этом говорить Наверное, и сейчас, после моих изобличений, его обмана в суде Он не раз будет изворачиваться и придумывать другие вещи Считаю, что такие оговоры Жаксыбаева и других направлены только на одно Уйти от ответственности, переложить все на меня, так как я более интересная фигура Для антикоррупционной службы Заработать при этом очки о том, что он или все они вместе Оказывается действие следствию, суду, изобличая меня Но, честно говоря, ложность их показаний видна по всему делу Не имея возможности солгать относительно передачи мне взяток Жаксыбаев, в следствии подсказки, которую ему, видимо, дали Начал придумывать версию о строительстве на взятке дома в поселке Кощи По моему поручению Здесь я хочу обратить ваше внимание, ваше честь Что в материалах дела есть постановление о проведении НСД Санкция проводимого в Национальном бюро Подписанное заместителем генерального прокурора В этих постановлениях указываются обстоятельства, фамилии, даты Места совершения преступлений То есть основания для продолжения или начала НСД Как видно, материалы были заведены еще в феврале 2016 года И реализованы в середине ноября 2016 года То есть на протяжении почти года велись мероприятия И ни в одном из этих поручений, постановлений Нет и намека на мою какую-то причастность к этим событиям Хотя у органов имелся более чем достаточный материал О конкретных лицах, причастных к преступлениям И они их четко и конкретно знали Они знали многое, вплоть до их сплетен Но объективно видно, что меня там не было и нет И это факт Этого нет, потому что я не причастен к деяниям Жаксыбаева и его людей Поверьте мне и материалам дела, уважаемый суд, государственные обвинители, СМИ Если бы я хоть ТИИНКУ получил лично или через кого-нибудь Эти обстоятельства были бы давно задокументированы Ведь Национальный бюро, как я теперь понимаю, имело конечную цель И невероятное желание любым способом привязать меня к уголовному делу К которому я не имею отношения КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ